Самая глубокая тема в этом мире, самая глубокая, это звук. Запомните, звук это сила, которая постоянно мучает наше сердце. Мы постоянно вспоминаем свою жизнь, себя. И вот это вспоминание, которое происходит каждый день в нашей жизни, оно является результатом звучания нашей судьбы. Наша судьба именно звучит, и сердце исходит в звук судьбы. Но этот звук всегда сразу превращается в память о себе, и поэтому мы не слышим этого звука. Понимаете? Так вот, знайте, что именно звуком этот звук судьбы и побеждается. И поэтому с древних времен люди молятся. Знаете, что этот звук победы над судьбой, он имеет определенную окраску. Вот, например, если я повторяю, я желаю всем счастья, я судьбу не побеждаю. Почему? Потому что эмоции — это поверхностный звук. Если я повторяю, допустим, от сердца, я желаю всем счастья, этот звук хороший. Я как бы имение счастья вам отдаю, но судьбу я этим звуком победить не смогу, потому что это звук ума, а судьбу побеждает разум. Звук разума — это звук живущей памяти. Запомните. Ну, смотрите, допустим, я и должен о чем вспоминать? Я должен вспоминать или о Боге, которого я не знаю, поэтому вряд ли о нем вспомню, или о тех, кто молится Богу. А вот эта память вполне доступна. Вот, смотрите, я включаю молитву. Что такое, где у нас? Надо там прибавить, что-то. Вообще просто очень слабо. Понимаете, я вспоминаю, допустим, вспоминаю свой наставник и повторяю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Вот как я сейчас повторяю? Я повторяю в памяти о тех, кто поет, кто молится. Вот этот звук памяти о них, мой звук памяти. Не то, что я, я могу, допустим, их слушать. Я желаю всем счастья. Я хорошо повторяю, но о них не вспоминаю. Это не звук разума. Не звук разума. Звук разума – это когда я помню о тех, кто молится, и мой звук копирует их. Я как бы звуком помню. Звуком помню. Своим голосом вспоминаю их. Понимаете, соединяю свой голос. Можно помнить, но ничего не говорить. Это в ум работает. Можно говорить и не помнить. Это работает ум. А когда я помню и говорю, это работает разум. Вот, допустим, я люблю кого-то. Помню об этой любви и говорю. Я тебя люблю. Вот это действует разум. Я, допустим, эмоции проявляю. Я тебя люблю, но не помню об этом. Разум не действует. Или я помню, что я люблю, но не говорю. Никто не услышит. Ничего не поменяется в жизни. Нужно соединить память со звуком. И если человек соединяет память со звуком, то он может победить свою судьбу. Потому что здесь то же самое. Соединение памяти и звука. Запомните это. Если я помню о Боге и с этой памятью повторяю, звук мой соединен с этой памятью, то тогда вот здесь вот все начнет меняться. И вы можете победить свою судьбу таким образом. Это очень ценное знание. Продолжение следует...